Столицу Азербайджана Баку, Издревле и по праву называют городом ветров. Возможно, именно по этой причине в третью неделю перед праздником Новрус в свои права вступает стихия ветра. Ей, согласно народным преданиям, отводится особая роль. Вторник ветра, как видно из его названия, означает очередной этап пробуждения природы, пробуждения воздуха, воздушных масс. Согласно поверьям, именно ветер пробуждает природу ото сна. Раскрывает почки на деревьях, всё живое просыпается и приходит в движение. Это знак приближения тепла, приближения весны. За вторником ветра следует вторник земли. Этот год необычный, ведь последний предпраздничный вторник совпадает с самим праздником Новрус, днём весеннего равноденствия. По традиции, в последний предпраздничный вторник по центру Баку проходит праздничный караван. Верблюды, всадники в национальных костюмах, а в сказочных колесницах «Девушка весна», герой древнего тюркского эпоса «Старец Деде Гургут» и весельчаки Кёса и Кечал. Участвуют в праздниках и иностранные туристы, которых в Азербайджане с каждым годом становится всё больше. В прошлом году ярмарку, организованную в центре Баку к Новрусу, посетило более 200 тысяч гостей азербайджанской столицы. В этом году мы проведём шестидневный фестиваль Новруса на площади Фонтанов, куда я всех приглашаю. Мы с Министерством культуры и туризма и Бакинским региональным управлением туризма будем делать с 20 марта по 25 марта. С 11 часов утра начнётся и до вечера будет продолжаться фестиваль Новруса, в котором будут представлены фольклорные ансамбли из разных регионов Азербайджана. Наши известные музыканты там, конечно же, будут по вечерам давать концерты. Ремесельники будут, ярмарка будет организована, они свои изделия будут изготавливать прямо там и реализовывать там. То есть у нас принцип такой, мы с прошлого года его заложили, что всё, что происходит на фестивале Новруса, это всё Мейдин Азербайджан. Выступление артистов на центральных улицах города, ярмарка и большой выбор блюд азербайджанской кухни прямо на открытом воздухе. Новрус в Азербайджане отмечают красочно, вкусно и весело, а значит праздничное настроение обеспечено каждому. Лила Курбанова, Эльман Набиев, Си-Би-Си.